У целым селета у Гомельской области плануется провести амаль 430 тысяч человек, что на 10% больше, чем у минувом годе. По словам наместника Головного урача областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Ростислава Зиновича, за кошт республиканского бюджета отримано 220 тысяч доз и 180 тысяч доз набыто за кошт Аблвыконкаму. Бесплатная вакцинация протягнется до 1 листопада. В первую очередь на сегодняшний день иммунизируются так называемые контингенты риска. Это люди, которые имеют проблемы с бродохолюбочной системой, сердечно-сосудистой системой, с иммунодефицитными состояниями. И вторая группа, которая тоже на сегодняшний день в первую очередь иммунизируется, это люди, которые по роду своей профессии имеют наибольший контакт с людьми. Это медицинские работники, работники торговли, работники организованных детских коллективов. В этом году белорусские врачи используются вакциной разных краин-вытворцев. Будьте вакцины долю вакцин, вакси-грип и гриппол, которые имеют в своем составе штамы, что прошли контроль якости, в Республиканском ново-практическом центре генной эпидемиологии. Уз дым захворвания на грипп ждет в начале студии. Тому кампания иммунизации начала в вересне. Для выпросовки иммунитету необходимо несколько дней, а заховывается ее на 8 месяцев. С 1 ноября, а также по мере поступления вакцины, у нас по договорам с предприятиями будет проводиться иммунизация на платной основе работников организации и промпредприятий. Так само, когда тысячи доз было заказано для вакцинации Жихаров Гомельской области, которые не относятся до группы «Рызыки», те не работают на предприятиях, где отбудется вакцинация на платной основе. Настася Колесник, Валера Ихапанько, Телерадоё компания Гомель.